Доброта выходит боком. Столовая для бездомных животных стала кормушкой для тараканов. У меня вообще истерика, балашок. Нет, черный вот этот вот отсюда. Вот черный. Да? Я не могу даже рядышком здесь находиться. Когда управляющая компания решит проблему? Ездит на красный, пересекает дорогу в неположенном месте. Автоинспекторы выявляют нарушение ПДД. Согласно правилам ПДД, максимальная скорость электросамокатов не должна превышать 20 км в час. Как безобидный транспорт может стать потенциальным убийцей? Вдохновился альметьевским предпринимателем? Всю жизнь, можно сказать, работал в офисе. Житель Линогорска выращивает ягоды для фреш-рынка. Какой еще культурой фермер планирует заниматься? Это новости Юго-Восток и Татарстана. С вами Лилия Селемзянова. Здравствуйте. Решили накормить животных, но к кормушке сбежались тараканы. Последние несколько лет соседи по двору спорят, можно ли кормить животных с крышек колодцев. Жильцы двора дома 39А на улице Пушкина сетуют на слишком сердобольных соседей. Они говорят, что столовая для бездомных животных больше напоминает свалку. Некоторые добавляют, из-за этого по всему микрорайону разбегаются тараканы. В ситуации разбирался Тимур Туманов. Вот уже безобразие вот так вот все выкидывать, конечно. Здесь столько пернатых, кошки, собаки. К списку живности добавились и тараканы. Холеса Ихновец живет в 39-м доме на улице Клары Цеткин 24 года. В последние три года случаи, когда люди устраивают столовую для бездомных животных на канализационных люках, особенно бросаются в глаза. Как будто они кормят животных. Ну не таким же макаром надо кормить животных. Мне кажется, у них севильные что-то, вот закрытые как-то что-то надо делать. Увлеченный наблюдатель мог бы посчитать, сколько голубей чая, казаними и уличных котов приходят к этому колодцу, чтобы поклевать семечки и поглодать кости. В последнее время к прочим постоянным посетителям добавились тараканы. Как видно, в импровизированной тарелке с десяток из них нашли свой последний приют. Обеспокоенные жильцы выложили пост в одном из городских сообществ. У меня вообще истерика, балашок. Нет, черный вот этот отсюда. Вот черный. Да? Я не могу даже рядышком здесь находиться. Об этом колодце знают не только жители этого двора, но и окрестных. Анна Тагирова с 2008 года живет в 38-м доме на улице Клары Цеткин. Убеждена, что отсюда насекомые разбегаются по всему микрорайону. И вот этот рассадник, для чего вообще вот это вот разводить, это же сами жильцы себе разводят. Им нравится такое соседство. Днем ранее Анна оставила заявку в управляющей компании. Там сказали, что обращение приняли и передадут исполнителям. И добавили, что заявка была единственной. Мы уточнили у диспетчеров АЦСЖ, в течение какого времени жильцы смогут рассчитывать на дезинфекцию. Не могу сказать, как у них-то заявки. Ну, это примерно день, два, три, неделя. День недели обычно выполняется. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. В условиях санкции татарстанские предприятия находят варианты импортозамещения. Так, оснащение Заинской ГРЭС позволяет переход на российские аналоги. Как работают градообразующие предприятия в новых условиях в следующем сюжете. С вопросом импортозамещения на Заинской ГРЭС столкнулись больше двух лет назад, когда изоляция в пандемию коронавируса стала рушить логистику поставок, что не в лучшую сторону изменило ценовой сегмент. Но, как оказалось, это дало свой положительный результат, который дал возможность идти по уже проверенному пути в условиях санкций. Станция построена и работает на отечественном оборудовании. Так что на долю импорта приходится лишь определенная часть. Замещению этой продукции работаем уже не первый день. В помощь нам республиканский маркетинговый центр. Мы регулярно посещаем эту площадку, мы знаем ее возможности. И активный отклик, она сейчас, конечно, только еще наполняется, но, тем не менее, это уже хороший рабочий инструмент, который позволяет в вопросах импортозамещения работать. Производственный процесс – это не только эксплуатация, но и техническое перевооружение оборудования. В этой части Заинская ГРЭС на российские аналоги перешла несколько лет назад. Сейчас все больше и больше применяем российские запчасти, российские химические реагенты, и практически у нас уже сейчас не осталось поставок из недружественных стран совсем. С введением санкций с рядом проблем столкнуться пришлось. В частности, это коснулось химреагентов для подготовки воды. Выиграть время позволил производственный запас. Самый проблемный момент – это был по гидрозину, но в данный момент мы нашли поставщиков из стран лояльных. Сегодня Заинская ГРЭС работает в штатном режиме, не снижая объемов производства. Есть долгосрочный запас химреагентов, запчастей для ремонта оборудования и проведения других мероприятий, которые обеспечат бесперебойную поставку электроэнергии. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Юго-Востока. Самокаты – удобное средство передвижения. Однако зачастую они становятся головной болью для водителя автомобиля. Особенно, когда управляющие ими так спешат, что не замечают красный сигнал светофора. В Альметьевске прошел рейд по самокатам. На нем побывала Катерина Машенцева. Это тот редкий случай, когда камера нашей съемочной группы тоже зафиксировала момент нарушения. Для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков горел красный свет. Но молодого человека он не остановил. Значит, в дело вступают сотрудники ВДД. Парень с нарушением не согласен, но есть еще один важный аргумент – камера видеорегистратора в служебном автомобиле. Красный видишь? Это момент выдачи заказа. Водитель самоката оказался несовершеннолетним, поэтому его данные записывают сотрудницы ПДН. После она связывается с родителями по телефону. Им предстоит посетить отдел полиции, где составит протокол об административном правонарушении. А рейд продолжается. Из-за видя проблесковые маячки, буквально на глазах, и пешеходы, и водители, и те же подростки на самокатах становятся куда внимательнее к правилам на дороге. А молодой человек, остановитесь, пожалуйста. Вместе с сотрудником ГИБДД едем по маршруту патрулирования улицы Чехова и новый любитель езды на электросамокате. Инспектор увидел, что он проехал первый пешеходный переход на Красный, остановившись у второго. Процедура повторяется. Сотрудник полиции объясняет обстоятельства нарушения, но мужчина с этим не согласен. Его приглашают в служебный автомобиль посмотреть видеозапись. Но и после этого управляющие электросамокатом утверждают, что он ехал на зеленый и отказывается и от подписания постановления о правонарушении. В результате сотрудники ГИБДД выписывают протокол приложения, а мужчина настроен обжаловать его. В целом, во время рейда было выявлено семь нарушителей. Одни ехали на Красный, другие пересекали проезжую часть в неположенном месте или управляли устройством без соответствующей категории. Согласно правилам ПДД, максимальная скорость электросамокатов не должна превышать 20 км в час. При этом установлены дополнительные ограничения при движении по велосипедам и велопешеходным дорожкам. Кроме того, самокатом нельзя управлять по проезжей части автодороги. Автоинспекторы пытаются донести до горожан, что из мобильного и удобного средства передвижения самокат может превратиться в потенциального убийцу. А желание не ждать и проскочить на Красный может стоить жизни участникам дорожного движения. Сотрудники ГИБДД имеют права остановить водителя электросамоката для проверки документов или других нарушений ПДД. Со стороны водителя важно помнить, что водитель электросамоката полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля. Катерина Машинцева, Эль Нурзалятов, Новости Юго-Востока. В Альметьевске на участке по улице Ленина ограничат движение транспортных средств. На отрезке от улицы Радищева до улицы Мусы Джалиля проводятся ремонтные работы. Ограничения начали действовать 16 июня и продляться до окончания работ. В детском оздоровительном лагере «Ландыш» в Леногорском районе прошли пожарно-тактические учения. Огнеборцы отработали действия персонала в случае возникновения пожара. Кто эвакуировался сам и кого спасали пожарные, узнаем далее. Тревога учебная, эвакуация настоящая. По легенде учений, условное возгорание произошло на втором этаже из-за оставленной в розетке зарядки от телефона. Вожатые вывели детей из здания за считанные минуты. Мы научились быстро эвакуироваться, быть собранными и не паниковать во время пожара. Но спасти всех сразу не удалось. В одной из комнат пострадавшей по замыслу учений подросток спал, когда начался пожар. Надышавшись дыма, он потерял сознание и не смог выбраться. На поиски отправились пожарные и вынесли юношу на улицу. Медперсонал оказал ему первую помощь. Я понял, что нельзя при уходе из корпуса, из дома оставлять электроприборы включенными. Ведь может произойти воспламенение. По словам инспекторов, в лагере соблюдены все требования пожарной безопасности. Есть система оповещения, телефонная и радиосвязь, огнетушители, планы эвакуации. Сотрудники проходят обязательный инструктаж по действиям в чрезвычайной ситуации. Также в лагере организовано ночное дежурство и дежурство охраны в ночной период, поскольку это лагерь с ночным пребыванием детей. Далее в корпусах находятся фонари и средства защиты для органов дыхания. Учебно-тренировочные занятия по эвакуации в оздоровительных лагерях проводятся ежемесячно. То есть каждую смену заезда мы проводим такие мероприятия для того, чтобы отработать навыки эвакуации не только с персоналом, но и с отдыхающими. После учений все отряды приняли участие в соревнованиях по мини-прикладному пожарному спорту. Самые юные ребята в ходе эстафеты собирали пожарный щит. Участники постарше проходили испытания из трех этапов. Спасали пострадавшего и, переодевшись в форму огнеборцев, тушили имитированный пожар. Мы провели мастер-класс, как проводить непрямой массаж сердца, тройной прием сафара. Также научились ребятами накладывать шину для иммобилизации конечностей при переломах, выбихах. Одна из целей соревнований – воспитать уважение и интерес к профессии пожарного. Возможно, после таких приключений кто-то из ребят захочет стать огнеборцем. Наталья Лакомкина, Новости Юго-Востока. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Поделиться с нами интересными новостями, сообщить о своих проблемах, а также прислать видео с мест событий и происшествий можете и вы. Сделать это можно как по номеру WhatsApp, так и через любые соцсети. Мы продолжаем выпуск и вот о чем расскажем далее. Доверчивый Альметьевс лишился крупной суммы денег. Полицейские предупреждают жителя о новой схеме мошенничества. Вдохновился альметьевским предпринимателем. Житель Леногорска выращивает ягоды для фреш-рынка. Какой еще культуры фермер планирует заняться? Житель Альметьевска поверил мошенникам и лишился 80 тысяч рублей. В полицию обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что с ним по телефону связался лжесотрудник службы безопасности банка. Он сообщил, что в связи с санкциями необходимо открыть новый счет, так как имеющиеся на данный период времени счета будут заблокированы. Мужчина ответил, что такие вопросы по телефону решать не будет и положил трубку. Затем с пострадавшим связался другой специалист и сказал, что у них появилась новая услуга и клиенту нет необходимости идти в банк. В результате мужчина перевел 80 тысяч рублей на новый счет. Мошенник посоветовал ему обратиться в офис банка и спросить у сотрудника перевыпущенную карту со всеми сбережениями на счету. На следующий день мужчина, поехав в банк, обратился к специалисту. После разговора с настоящим сотрудником банка он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Азнакаеве ищут 72-летнего мужчину. Мактасим Шайдулин пропал 14 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего – рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Он был одет в светло-фиолетовый свитер, синюю рубашку в белую клетку, темные джинсы и темные ботинки. С собой был черный пакет. Поисковики отряда «Лиза-Алерт» просят позвонить на горячую линию всех, кто что-либо знает о местонахождении Мактасима Шайдулина. Заянцы могли пройти флюорографию прямо в своем селе. В деревню в рамках национального проекта здравоохранения приезжает мобильный медкабинет. Как местные жители заботятся о своем здоровье – в следующем сюжете. Самый возрастной житель села Аксарина, 93-летний Мисхат Бурганов, приехал на флюорографическое обследование. Сопровождал бабаю-друг Салих Назмуддинов, который тоже воспользовался возможностью пройти обследование в родном селе. Я привозил бабаю, да? Я вот сейчас 93-летний год, да? Вот самый старший в нашей деревне – это бабаю. Сельский фельдшер Гульфия Куртаева заранее повестила жителей о приезде в деревню мобильного медкабинета флюорография в рамках национального проекта здравоохранения. Он приезжает в Аксарина каждый год, чтобы каждый житель, не выезжая за пределы села, мог узнать все о своем здоровье. В этой деревне очень активные все жители. Всегда приходят, они всегда дружные. С утра мы уже были здесь в седьмом часу, наверное, минут десять. Уже нас, население, ждали. Ильсия Бектимирова за здоровьем следит постоянно. Как-никак уже на пенсии, да к тому же каждый год ездят в санатории. Так что талончик о прохождении обследования пригождается постоянно. Уже никуда не надо бегать. Это ехать в город, проходить флюорографию. Всего к местному ФАПу прикреплены 430 жителей Аксарина. На обследование отправились дружно. У мобильного флюорографа не убывала очередь. Как говорит местный фельдшер, заботятся о здоровье здесь любят. Тем более, что были случаи выявления заболеваний. Прошлый год у меня не было. В этом году, надеюсь, тоже не будет. Алла Берсава, так надеюсь. Так-то выявляют. Позапрошлый год был один человек у меня. Сельский житель народ ранен. Поэтому мобильный флюорографический кабинет приехал в Аксарин на половину седьмого утра. И за полтора часа работы обследования прошли уже 130 человек. Мобильный флюорограф работал во всех 22 сельских поселениях Заинского района с 30 мая. За две недели обследования прошли почти 3000 сельчан. Случаи выявления заболеваний есть. Все пациенты направлены на дополнительное обследование. Елена Маврина, Ангелина Санникова, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. 150 мешков мусора за 7 километров. Статистика очередного экосплава. Альметьевские школьники и сотрудники местного экодепартамента проплыли по Степному музею от Тихновки до Урсалым. Сезон речных прогулок активисты открыли в майские праздники. И число участников едва ли дотягивало до 10. В этот раз почти два десятка школьников отправились в сплав на новых катамаранах. Культурно отдыхали прям. Да. Кому отдых, а кому работа. Альметьевские экологи до начала экосплава убирают берег, не дожидаясь школьников. Первый мешок наполнили уже за 5 минут. Сезон уборок на катамаранах экологи и их помощники открыли в начале мая под День Победы. Тогда и катамаранов было меньше, да и среди участников были в основном сотрудники департамента экологии. Соединяются они таким образом и крепятся болтами. Но если болта нет, то всегда можно применить скотч. А это безопасно? Конечно. Что может быть безопаснее скотча? Один из бессменных участников экосплавов Илья Ярославлев. Он руководитель клуба «Олимп» и походник со стажем. Как эксперт уверяет, новые плавсредства легче и крепче прошлых. Быстрее в сборке и удобнее в обслуживании. Различий между экспедициями пешими и водными Илья не делает. Везде есть своя романтика. Тем более, когда друзья-экологи подкидывают интересные маршруты. Очень замусоренный. Мусора хватит на всех. У нас по пути две нефтеловушки. А это означает очень много мусора. Четыре новых катамарана, спасательные жилеты, шлемы. Все это часть гранта от нефтяников. Прогулки должны быть безопасными для всех. Тем более, когда к акции привлекаются не самые старшие школьники. Чтобы прибрежные зоны стали еще чище, в этом году средства 5-миллионного гранта пойдут еще и на обустройство стоянок для большего комфорта эко-путешественников. Организовать еще места отдыха, кемпинги. Они будут каждые 3-4 километра. Там будет беседка с крышей, где можно будет посидеть, чай попить. Будет дровница. Первая из таких стоянок для участников сплавов должна появиться уже через месяц. А пока растущим организмом нужно подкрепиться, чтобы следующие 3, а то и 4 часа прошли незаметно. После вся команда надевает спасательные жилеты и слушает инструктаж по технике безопасности. Это называется расческа. Когда нас заносят вот в такое дерево, мы облокачиваемся не назад, чтобы нам всеми детками по лицу прошлось, а наклоняемся вперед. Плавсредства спущены на воду и первая команда отправляется в вояж. На 4 плота распределились 23 человека. 19 из них школьники. С собой у них запас воды и мусорные мешки. Первая же ловушка для мусора попалась экотуристам уже через сотню метров. И еще одно отличие от предыдущих сплавов. Экологи сопровождают своих помощников на всем протяжении маршрута, чтобы обкатать еще одну новинку. Теперь не нужно дожидаться спецтехнику. Два внедорожника и два прицепа заменяют один самосвал. Итог акции – 7 пройденных километров и 150 мешков мусора. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Из юриста – фермеры. Сельскохозяйственный стартап открыл уроженец Линогорска. Он выращивает на земле зайка ротая, клубнику и малину. Что еще в планах сельского предпринимателя, узнаете в следующем сюжете. Получается, это у вас дебютный, да? Да, это стартап. Сельскохозяйственный стартап решил открыть Алексея Камашеву. Он выращивает малину и клубнику для дальнейшей продажи на фреш-рынок. Стать сельским предпринимателем, говорит, в планы не входило. По образованию я юрист, всю жизнь, можно сказать, работал в офисе. Неожиданным вдохновением для открытия собственного дела стала поездка к другу-предпринимателю в Альметьевск. Он тоже выращивает клубнику, землю. В зайка ротая для своих целей нашел быстро. Землей доволен. С одной стороны участка лесопосадка, с другой стороны холмы. Это оказалось большим плюсом для выращивания ягодных культур. Именно вот в данном месте некоторый микроклимат создается. То есть сам зайка ротай, он находится в небольшой низине, в такой долине, вот, относительно Лениногорских гор. Также большой плюс, что земля отдохнувшая, богатая микроэлементами, ведь 7 лет здесь ничего не сажали. В этом году он ожидает урожай клубники трех сортов. Сорт Клэри, сорт Альба и сорт Джоли. Вот в этом году по три ряда, по шесть рядов, по 200 метров каждого ряда. Помимо клубники посажена малина. Алексей Камашев нервничал, что она не взойдет по многим причинам. Одна из них – дождливая погода в мае, когда происходила высадка. Но все обошлось. Создается новая жизнь, наверное, так можно сказать. И они потом будут, вот они здесь уже начали, вот, и они потихонечку будут, вот, по всей линии саженцев, они будут создавать такую стену. От санкции, говорит Алексей Неон, и рынок не пострадал. Теперь больше внимания обращают на российские саженцы. Его привезены из Ставрополя. Считает, что уход с рынка свежей ягоды и заграничной клубники – это, скорее, позитивное явление для российского покупателя. Приходит даже вот клубника, которая приходит с Турции, там, или с Европы, она отличается и вкусовыми качествами, и, соответственно, с содержанием. Она консервируется. Даже во фреш-рынке она консервируется определенными химикатами. Вот, мы, соответственно, этими химикатами консервировать это все не будем. Еще есть большой участок, заложенный под питомник. Он тоже будет засажен малиной. Планирует Алексей Камашев посадить еще и смородину. Но такая идея появилась после осмотра окрестностей. Он заметил, что в Зайкратае много дикорастущей смородины. А это значит, что эта культура любит местную землю. В перспективе, да, будет смородина. Да, ну, небольшой объем. Я большой не хочу. Вот, хочу, чтобы это был некий ассортимент, чтобы люди могли приехать и взять к малине еще клубничку там и смородину. И люди будут уже ездить сюда более чаще. Это первое подобное хозяйство в Лениногорском районе. Называется оно «Сила медовой ягоды». Этот проект не только снабдит жителей Лениногорска и других городов свежими ягодами, но и обеспечит новыми рабочими местами село Зайкратай. Семен Игоров, новости Юго-Востока. В Альметьевске с 17 июня стартует культурная среда города. Для жителей и гостей организуют программы, фестивали, мастер-классы, встречи с популярными артистами Татарстана и Казани. Всего проект затронет 9 городов Татарстана. На юго-востоке республики культурная среда также пройдет в Изнакаеве, Бавлах, Бугульме, Джалиле и Лениногорске. Более подробная программа появится чуть позже. На этой неделе в городском парке Альметьевска пройдут различные концерты, мероприятия и соревнования. В пятницу в 14 часов для детей состоится экологическая игра. В 5 вечера зрители смогут послушать творческий концерт вокальных студий Молодежного центра. В этот же день в 19.00 выступят артисты Альметьевского драмтеатра. В субботу в 7 вечера пройдет концерт «Мы дарим вам свои сердца». На нем споют артисты города. В воскресенье с 15 часов начнется развлекательная программа для детей. Также в 17.00 выступят две ретро, а в 19.00 – популярные артисты Чувашской республики. Более подробная афиша есть на нашем сайте. QR-код для перехода вы видите на экране. Продолжается подписка на газеты «Знамя труда» и «Альметьтонара» на второе полугодие. Подписаться можно в почтовых отделениях или в редакции. Если у вас почтовый подписка, издание будут доставлять вам домой. Если подписка оформлена в редакции, то цена будет ниже, а газеты нужно забирать самостоятельно. Кроме того, можно подписаться на газеты, не выходя из дома. Отсканируйте QR-код, который вы видите на экране. При его помощи вы попадете на портал «Госуслуг» и сможете подписаться на газеты «Знамя труда» и «Альметьтонара». На открывшейся интернет-вкладке нужно заполнить данные. Выберите второе полугодие, название газеты, месяц, количество экземпляров и адрес доставки. Затем оплатите. А еще таким простым способом можно сделать подарок близким, подписав их на любимые издания. Телефон для справок 3259-76. Ждем новостей, тем ли обсуждением и ваших вопросов. Связаться с нами можно через страницы в соцсетях, мессенджерах WhatsApp и Telegram. На сегодня это все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова